13 августа 21 года пока очень мало пока еще такие разведчики единичные но как же они радуют вот какой красавчик тверденький вот так дальняя делянка и вот такой красивый экземплярчик даже не верится что здесь они пошли ну красивый конечно экземпляр абсолютно такие уже шикарные такие вот они хорошенькие такие крепенькие вот такой посмотрите опа опа еще попробую терять такой беленький крепенький разветчики вдоль дорожек этот даже немножечко перерос крепенький Очень достойный такой экземпляр. Спасибо, Лес. Лесная наша любимая дорожка, вдоль которой справа и слева всегда растут боровики и появляются одни из первых. Наверное, не зря говорят, что грибница, когда она расходится, когда она пересекает утоптанные такие места, то как раз вот почему вдоль дорожек и растут боровики. Вот она. Красавчик. Вот она упирается. Наверное, она хочет посмотреть, что-то там мешает дальше двигаться, и как перископчики лазят в рычки. Ну, нам, по сути, все равно. Нас они радуют, где бы они не росли. Хорошенькие. Хорошенькие. Могастенькие. Вот такой же красавчик. Ну, вот все-таки, все-таки есть повод для радости. Болото действительно просыпается. И даже вот такой экземпляр можно найти побольше. Малыши. Ох. Ну, как же они здесь все. Как же они все. Глубоко. Вот так. Вот так. Глубоко сидят. И даже еще малыши. Совсем малыши. Ну, они появились, потому что мы несколько раз сюда приезжали летом и все время удивлялись. Вроде как и влага есть, и болото недалеко. Почему они не лезут? Наверное, какой-то не было команды. Вот еще один малышик. Побольше немножечко, но еще вот такой. Вот так. Листиками закроем. Вот такая троица. Недалеко один малыш был. Вот такой. Вот второй малыш. Ну, ждем, потому что в лучшие времена, как они здесь. Посмотрите, вот как его можно срезать, этот подосиновик, когда он уходит просто куда-то туда ножка. Вот они начинают просыпаться. Надеемся, что в следующая поездка у нас, конечно, будет иной. Вот. Тем, кто говорит, резать нужны грибы. Вот здесь бы вы его срезали. А вот такая вот ножка крепенькая, шикарная. Она бы осталась просто-напросто гнить. Корней у грибов нет. Это уже пора усвоить. Есть грибница, есть мицелий. Можно поинтересоваться. Очень много всякой информации по этому квоту. Как всегда, мы собираемся выезжать. Картина кажется нам абсолютно ясной. Заезжаем в такой ельничек, еще глянут лисички. Конечно, выбрали, но, возможно, еще уже наросли. И практически сразу. Смотрите, что нас встречает. Это уже лес. Это не дорожки. Это не канавки какие-нибудь. Это лес. Посмотрите, что здесь растет. Притом я шла к своей лисичковой поляночке. Ох, хрустит зайчик. Кребенький. Ну что, надо опять разведку начинать? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Это лисичок. Да. Парик! Парик! Буряная, мисляка. Буряная, мисляка. Буряная, мисляка. Буряная, мисляка. Конечно, ее купите! Так, пойдем дальше Вот он, еще один красавец Зайка такая Кто у нас под елочкой спрятался? И еще неподалеку спрятались Вот они, завтрашние Почти пять вечера, они только вылезли Грибников в лесу нету Все, что мы увидим, наше И вот еще один Я просто немножечко прошла мимо Пятница, 13 августа Конец рабочего дня Время уже ближе к шести Но день очень и очень удачный Потому что пару часиков, как мы здесь ползаем И не важно, поскольку вы приехали в лес Утром может быть даже темно Но посмотрите, какие шикарные лезут малыши И их уже и наснимали, и собрали немало Вот, полевина корзинка Пусть они здесь и лежат Вот как раз еще один Красавчик Посмотрите, какой он замечательный Вот Вот Опа Вот какая еще у него Мамушка длинная Вот так Вот так Видите, какая нога Вот Но вот можно было вот так раз чикнуть А остальное Остальное тоже Почистите вкусненько Вот Еще Один Замечательный Экземпляр А на самом деле Сейчас я уберу Здесь Ой-ой-ой Аккуратненько Вот Вот еще и моя корзинка Это все Во второй половине дня Даже Солнышко вот уже садится Уже становится темно Грибы есть Грибы растут Грибы, как мы их называем Завтрашние Потому что Увидеть их очень сложно Они вырастают к вечеру Ну а утром Ну а утром Их конечно Заметят все Ну за исключением Вот каких-то больших Наверное пропущенных Вот Такие вот Красавчики Это Такие Завтрашние Грибочки Ну Мы еще попытаем счастье Еще не совсем темно Может быть Что-то Еще найдем Ой Какой день Замечательный Сегодня Самое интересное Как Белые Ползут По склону Наверх Вот Они Начинались У самой-самой воды А сейчас Они Они Ползут В лес Вот Видите Вот они Начинались Там где-то Внизине Там такая Оболочистая Низинка А сейчас Они Уже Высоко Ну что Самое интересное Кажется Я Нашла Одного Гиганта Сейчас Мы Сейчас Мы К нему Перейдем Так Эти Малышей Берем И будем Карабкаться Наверх Потому что Сразу Я И не поняла Что Это Такое Здоровенное Впереди Затем Я Увидела Сверху Низ Посмотрела Этих Малышей Ой Здесь Уже Вообще Клондайк Это Уже Сказка Это Это Не Для Вечерней Прогулки Конечно Здесь Очень много Людей Бегает С утра Но Даже Удивительно Что его Не нашли Исключительно Потому что Немножко Такое Буреломистое Место О Супер Гриб А Теперь Он Наверное И Вырос Здесь Сейчас Пытаюсь Пролезть Вот Посмотрите Вот Это Уже Действительно Это Действительно Гигант Даже Не знаю С какой Стороны К нему Подойти Чтобы Как-то Снять В тень Попал Так В тень Попадает С другой Стороны Против Солнца Ну Так Сейчас Мы тебя Найдем Вот 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 Такой Какой-то Гигантище Как тебе Удалось Здесь Так Вырасти Это Это Просто Невозможно Потому что Потому что Столько Людей Конечно Он Уже Никакой Конечно Мы Его Здесь Оставляем Но Рядом С ним Практически Нашли Еще Три Гриба Пойдем Искать Дальше Вот Вот Так Вот Идешь Продираешься Через Этот Бурелом Находишь Гиганта А Рядом С ним Еще Несколько Пропущенных Грибов И Я Так Понимаю В Эти Заросли Никто Особенно Не Заклятывал Но Тем Лучше Для Нас Хорошенький Ну Мы Наверное Все Таки Сонки Еще Не Совсем Зашло Не Поднялись Наверх Но Мы Устали У нас Сегодня Такой Длительный Загиб Мы Еще Успели За 150 Км Съездить Но Вот Противопожарные Рвы Канавки Вот Здесь На выходе Нас Встретил Такой Красавчик Может Быть Сегодня Уже У нас Не хватит Сил Еще Куда-то Заглянуть Но Мы Его Очень Даже Поблагодарим Самое Интересное Что Эта Канавка Сверху Я иду Или Снизу Она Меня Всегда Сколько Я помню Она Меня Встречает Бровичком 13 Августа Вот Такой У нас Сегодня Итог Мы Можем Себя Поздравить С первой Сотней Белых Почему Первой Сотней Даже Немножечко Больше На дне Естественно Покрупнее Но Когда Я Перекладывала В корзинку Из Корзин Из Контейнера То Что Сегодня Раньше Набрали То Где-то Получилось Даже Чуть Больше Сотни Но Что-то Еще Пришлось Выбросить Но Тем Не Менее Это Долгожданный Такой Итог После Такого Засушливого Лета Волна Пошла Волна Началась Не Везде Потому Что День У нас Начался Очень Рано Мы Уехали Юго-восточнее Минска 150 Км Где Были Несколько Дней Назад И Нам Тоже Сказалось На Тот Момент Что Там Тоже Пойдет Волна Но Увы Там Не Выстрелило То Мы Конечно Мы Там Что-то Нашли Но Боровики Не Пошли Еще Массово Что Нас Порадовало Там Лисички Кстати Мы Все Там Тоже Собрали Еще Даже По дороге Кого-то Угостили Лисичками Заработала Наконец-то Проснулась Одно Из наших Любимых Подосиновичных Болоц Вот Посмотрите Какие Там Растут Подосиновики Они Сразу Отличаются По Цвету Они Такие Прям Вообще Такие Насыщенного Цвета Красного Вот Этот Совсем Другой Обыкновенно Желто-буры Он Найден Где-то На обочине Вот Это Болотные Потосиновички Белонужковых Пока Не видели Но Нас Это Уже Порадовало То Есть Болото Не Пересохло Потому Что Речушки Которые Это Болото Питают Увы Их Уже Можно В этом Сезоне Перейти Когда Мы Выезжали Из леса Мы Конечно Обычно Мы бываем Позже В лесу Решили Что Времени Еще Достаточно И Надо Бы Посетить Места Где Буквально Накануне Мы Взяли Около Пятидесяти Штучек Где Валерия Периодически Обижает Какие Лежащие Лежащие Лесочки На Велосипеде И Попытать Счастье Несмотря На То Что Это Уже Будет Около Четырех Часов Дня Как Видите Все Оказалось Даже Прекраснее Каких Ожиданий Мы Счастливы Повезло Потому Что Вот Они Маленькие Завтрашние Боровички Почему Завтрашние Потому Что Когда Вот Такой Грибочек Он Вот Так Во Мху Вот Так И Одна Шляпочка Корчит Заметь Очень Сложно Завтра К утру Он Подрастет И Конечно Его Заметь Много Что Волна Начинается Волна В всяком Случае Под Минском Север Минска Где Было Больше Дождей Мы Поздравляем Себя И Очень Надеемся Что Повезет Вам Продолжение следует...